И снова здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем смотреть игры с группового этапа WCG. Часть из игр записывали сейчас на сцене, видео в данный момент обрабатываются и будут постепенно заливаться. Но это, скорее всего, будет ближе к вечерам по московскому времени. Сейчас же нашему вниманию предлагают игру Сокола против танк Лью. Это Хуман, не очень известный, который уже проиграл Муну на сцене. Там была игра, скорее всего, вы ее посмотрите, найдете в разделе видео. Небольшая игра буквально на 8 минут на карте Хуайлз. То ли товарищ растерялся, то ли действительно он слабо играет. Но проиграл он очень просто. Там понадавал героев, телепорты, юнитов. Много неприятных моментов у него было. И сейчас он играет против Сокола. Сокол, соответственно, в одной группе с Муном. Скорее всего, они будут каким-то макаром выходить из группы вдвоем. Выяснять, кто же будет первым. Мун, кстати, в отличной форме. У Сокола отличное настроение. Я думаю, мы с ним еще пообщаемся. Фотографировали мы его много. Фотографии можете найти в галерее по Варкрафтам. Карта Тереностенд. Но все равно Сокол как бы проигрывать. Тем более этому товарищу не стоит. Ни в коем случае. Группа это такая вещь, что БО1 и все. И можно вылететь. И не дай бог потом тот человек, которому ты проиграл, ну, в общем, еще напобеждает. В общем, опасно. Нельзя давать. Нельзя давать противникам ни единого шанса в группе. Так, у нас тут вышел БМ. Побежал в сторону Хумена. Ну, Сокол увидел, что Хумен пошел крипиться. Кстати, интересно, поставлен алтарь. Он поставлен ниже. И из-за этого Архмаг несколько дольше добирался до этой точки. Соответственно, криппинг начался позже. Но крипится он правильно. Стреляет по Архмагу. Подставляет элементали после Пурджа. И все-таки он успеет, по крайней мере, двух юнитов убить. А хотя не факт. Не факт. Этого может и добить Сокол. Оп, добил. Книгу взял. И этого тоже можно добить. Нет, не успел добить. Можно было без виндвока. То есть не тратить. Сейчас придется Элема резать. Пожалуй, это самое... Ну, либо Архмаг, либо Элема. Он нацелен на Архмага, на самом деле. Видимо, какие-то виды у него на этого товарища есть. А бегает за Архмагом. Гранд попытался подрезать. Коня не удалось. Конь ушел в отрыв. И теперь его... Войска вступили в бой. За ним гоняться очень долго можно. И безрезультатно. С другой стороны, Архмаг должен сейчас накопить 125 маны. Закрепить какую-нибудь зеленую точку. Например, вот этих вот кобальдов. Или вот этих вот магов. Ну, то есть... Или мурлоков. То есть выбрать просто точку, где его БМ не найдет. А БМ его как бы и пока не ищет. Он выбил девайс из христов. И продал его тут же. Скорее всего, сейчас будут ботинки. В общем, так себе. А здесь Элементаль... Последние вообще секунды у него в жизни. Но он получал нормальные дамаги. От этих вот... Престов и Архмага. О, ферма какая наглая. Посмотрите, как у него. Второй левел получил АМ. Радиодискает, Жень. Радиодискает. Даже с настройками буфера такого жесткого. Радиодискает. Ладно, возвращаемся к воду. В неприятный момент пришел Хуман к Соколу на базу. Попытался отменить Бору. Не удалось. Сейчас Сокол хладнокровно отчинивает логово. Еще без особых проблем. А Блэдмастер нарезает. Довольно неплохо футменов. Одного убил. Тут совсем немного осталось до второго левела. Но магическая вышка. Парой выстрелов. Остановила БМ. Архмаг, кстати, хорошо. Вот так урывочками. Так там зеленую точку закрепил. Эту еще соберет. И выходит неплохо. Блэдмастеру вот этого элементаря нужно добить. Потому что этот элементарь даст ему второй левел. А это как-никак криты. И плюс два где-то ко всем атрибутам. В это время гранты вот на этой зеленой точке самостоятельно все разрулили. На мэйне у Хуманов нет еще Т2. А орка он уже только-только сделался. Ну, буквально разница в 3-4 секунды. Shadow Hunter вторым героем. Слоттер Хаус. Ну, я лично жду второго здания на Т2. БМ выбивает Девайс из Кобальда. А уже к нему собираются на базу харасить. Так, мантия ученого. Гранты закрепили еще мастерскую. Неплохо, неплохо поднялся Сокол. Со второго практически сразу прыгнул на третий. Из-за этих трех точек. Но беда в том, что к нему пришли вот этот вот зверинец. Вот на элементале. Свиньи, повелители зверей. И отменяют у него... Там третий БМ? Не, не третий БМ. Плохо. Надо тогда свинью подрезать или элема лучше. Гранты не собираются выпускать Бестмастера. Ну, отлично. Снизу только один проход. Сверху. Ну, хек здесь можно сделать. Ну, лучше не тратить, наверное. О! Вот тебе не потратили. Пришлось Виндвок тратить. Ну, благо, у Бестмастера нет ботинок. И под Виндвоком скорость у БМ еще быстрее. Поэтому без проблем догоняет. Получает третий уровень. И убивает тут водного элементаля, свинью. Нормально отбился. Конечно, Хуман отменил ему парочку зданий на Т2. Но это не страшно. О, сейчас хороший момент. Можно порезать Айма. Там три Виндвока у него. Вот сейчас раз. Вышел. Молодец. Сейчас бутылек нужно покупать. Нужно реально покупать бутылек. Почему он не боится, я не знаю. Но вообще надо наказывать. Давай, Сокол. Накажи его. Второй Виндвок. Давай. А, все. Укрутил бутылек. Ну, ударить можно профилактически. Потому что второй крит, это же 15%. Может не успеть он выпить бутыль. То есть можно на Аркадец. В два удара снять 160 хитов. Это более чем реально. Ах. Ну вот, пожалуйста. Удар из Виндвока, удар из Виндвока. Минус Айм. У которого был бутылек. А почему? Потому что пожадничал. Потому что думал, что сейчас выйдет прист. Его залечит. И бутылек можно оставить на застройку. Как результат, Сокол получил массу свободного времени для того, чтобы прокрепить СХ. СХ, скорее всего, он сейчас пойдет сразу же на шахту. Потому что время у него реально вагон. А третий СХ нужен. Причем на этой точке он получает ровно третий уровень. Хотя в армии у него немного. Может быть, поэтому он начал с кобальдов. О, рабочий стоит. Вот видите, какие мелочи у товарища. Не хватает внимания. Хотя у него иконка вот здесь вот горит о том, что... Ах, Тун, калером. У вас рабочий там сачкует. О, рабочего можно подрезать. Давай. Оп, оп, оп. А, даже сорочку. Смотри как. Вот надо же кастовать соркой слоу той, которую убивают. Вот. И сейчас под линком, скорее всего, будет... Да, Shadowhunter эту точку закрипит. Хексит одного мародера. У него очень хороший урон милишный. Выпадает ловкость плюс два. А, и хексить мародера выгодно, потому что он не шестого левела, и хекс на него действует довольно долго. Ну, как на обычном уроне. Да костяные колокольчики, пожалуйста. Все. Гранты с каждым ударом два хита восстанавливают. Или даже три. Три хита. Ой, не добили. И третьего левела Shadowhunter. Бежать в данной ситуации, застраивать, это... Можно, конечно, застроить, но крайне сложно, потому что второе лечение. Третий БМ. Сокол уже готов здесь ставить сторожевую вышку. Сторожевую башню. Сейчас купит бутылек. Да, вот он купил бутылек маны. Вообще, просто готов принять этого товарища, который... Наивно полагает, что можно вот так прийти и застроить. Ну и все, и начинает резать. Минус сорочка. Отступил на спидах, так аккуратненько. Снова нападает. Минус рабочий. Лечение сейчас пойдет. Линковать. Надо линковать. А, он уже в линке. Не, не в линке. Не в линке, БМ. Забыли про БМа. Забыли его в группу принять. Блэйдмастер нарезает. Он практически четвертого левела. Тут одной смерти не хватает, чтобы пошли вторые криты. Он делает крит на 100. Получает четвертый уровень. Гранта спасает. Все, короче, никого не потерял Сокол в данной битве. Башни, конечно, там грейдятся. Но в таком случае человек знает, когда нужно переключаться на них. Кстати, Даль не успеет достроиться. Вот это вот. Но проживет совсем недолго. Нет, даже не прожила. Можно убить Беста. А, Ярхмак делает ТП. Может Беста убить. Виндвок есть. Удар. Нет. Не проперла на крит. Ну и Виндвок был сделан несколько запоздало. Комбала. То есть... Ну ничего. Как бы все равно 50 чистого лимита. Сейчас можно пойти поставить экспант, например. Можно поставить Бору на лимит 60. Вот он ставит Бору на лимит 60. И все. У Хумана вариантов вообще никаких нет. То есть он должен либо экспант ставить, либо повторно идти застраивать. Потому что... С Бестмастером затяжной играть сложно. Когда качается СХ, когда там... У БМа все в порядке. Мы видим, что и крипится не очень удачно Хуман. То есть у него диспелят в элементале. Сейчас Сорка, наверное, Виндвоком добьет. О, мага можно нахалявить. Давай. Сокол немного недоконтролил. Но зато он убьет Бестмастера. Оп. И все. Минус Бест. Сейчас можно спокойно собрать. А, он просто преследует его. Да, там ЛС еще на сорочке. Спиды врубает Сокол. Сетка на сорку. Кодой забегает. Но он уже сытый. Он... Переваривает спеллбрекера. Падают присты. Четыре сорки неживые. И Хуман пишет Gigi.